Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о «Говорит, показывает, вопадом». Сегодня речь пойдет о новом романе Саши Филипенко «Красный крест». Вауреат русской премии, вауреат премии журнала «Знамя» Саша Филипенко выпустил четвертый свой роман. И каждая его книга, она связана с большой историей. Тень громадных событий нависает даже над самым мелким частным эпизодом жизни героев наших современников. И в этот раз экскурс в прошлое довольно глубокий. Это Великая Отечественная война и история взаимоотношений международной организации «Красный крест» и советского государства. Но параллельно идет, конечно же, история из наших дней, происходящая сейчас. Это, конечно же, драма, это история о любви, это история трагическая, как и всегда у Саши. Невозможно читать этот остросюжетный, как пружиноскрученный роман и не оставаться равнодушным. Это совершенно потрясающий текст, который вызовет массу эмоций. Даже если вы и не хотели бы прочесть очередную книгу из истории репрессий, из лакерной жизни, на самом деле вы ее и не прочтете, потому что у Саши Филипенко есть некая сверхтема, сверхидея. Во всех текстах, о ком бы он ни писал, о современном модном пиарщике или о герое, жившем много лет назад, он все время рассматривает одну дилемму, историю взаимоотношений. Очень сильно огрубляя, можно сказать, что это история взаимоотношений маленького человека, маленькой, но свободной личности и государства. Но ни в коем случае не советского государства, не СССР и не современной власти в России, и не власти в одной из западных стран. Нет. Это философская проблема. Эти книги, они абсолютно о каждом из нас. Потому что любой из нас выступает в определенные моменты своей жизни песчинкой в песочных часах истории. И мы совершенно ничего не можем поделать с этими неумолимыми силами, которые также явственно действуют, как силы природы. И вот это государство, тоталитарное оно, или демократическое, или где-то на стыке их взаимодействий, различных систем и режимов происходит вот это трение, оно все равно перемалывает эти песчинки. И в этой книге, во-первых, потрясающий параллелизм сюжетов, когда вы будете читать истории о Великой Отечественной войне и о истории взаимоотношений МИДа, а главная героиня работает именно там, в Министерстве иностранных дел, на маленькой должности, но она имеет доступ к этим самым бумагам, которые даже сейчас до конца не рассекретили. Саша Филипенко рассказывал об этом на презентации, и это потрясающе. До сих пор не могут признаться и признать то, что произошло. Я имею в виду нашу сторону, потому что противоположная сторона, швейцарский офис Красного Креста, все документы раскрыла. И именно они легли в основную книгу, и они там цитируются. Это, конечно, перешибает любую билетристику, да, перешибает, как сказано в аннотации, любые художественные приемы, которые могли бы использованы быть. Потому что того, что было в жизни, невозможно даже представить себе. И когда читаешь это, ты понимаешь, насколько важно не еще одно обращение к теме репрессий, к теме большого террора, к теме лагерей, и к теме взаимоотношений, отношения, вернее, а точнее, скажем, напрямую предательства советского государства по отношению к своим гражданам. Нет, нет. Тема как раз того, что человек зачастую вынужден делать выбор, которого вообще не должно стоять перед ним. Это экзистенциальная тема, еще раз говорю о каждом из нас. Мы не рождены для того, чтобы делать такой выбор. Выбирать между ребенком и мужем, выбирать между любовью и собственной жизнью. Мы рождены для другого, и мы можем многое принести в этот мир, если нас искусственно не загонять в эти ситуации. И вот как раз в такой ситуации оказывается современный герой. Он будет тот, который, та линия сюжета, которая идет в наши дни, происходит, она как раз будет нам наглядно демонстрировать то, что могло бы произойти более полувека назад. И когда мы читаем историю, рассказанную уже из времен Великой Отечественной войны, мы видим, как два сюжета отражаются друг в друге, потому что вот это противостояние песчинки и механизма песочных часов, вот этого молоха, оно совершенно не меняется с историей. Оно с Древней Римской империей, похоже, не изменилось совершенно. Конечно, Красный Крест ударит по больному. Это огромное количество неполиткорректных, максимально неполиткорректных тем. От каннибализма, не удивляйтесь, до эвтаназии, от предательства и темы предателей Родины, до темы сострадания и покаяния всех участвующих в этом миссии страшным сторон, потому что война это абсолютно антигуманный механизм с любой стороны. Не существует торжествующих победителей с начищенной медью, сверкающих и гордящихся своей победой. Они тоже в глубине души потерпели поражение, потому что они потеряли слишком многое. Любая война уносит всегда слишком многое, вместе с забранными жизнями. И вот об этом тоже Красный Крест. Что сказать о символизме романа, решайте сами. Здесь, конечно, есть прямые отсылки к актуальным темам сегодняшнего дня, буквально передовицы современных интернет-изданий. Просто читаешь и понимаешь, что это то, что может произойти или происходит в наши дни, в нашем мире, на этой планете. И, конечно, здесь есть неизбывное совершенно у Филипенко ощущение колоссального несовершенства этой жизни. У него претензии не к государству, у рассказчика, я имею в виду, конечно, и не к власти, и не к истории, большой истории с ее большими свершениями, которые всегда катастрофичны, у него претензии к этому мирозданию. Оно не построено для вот этого крохотного огонька любви, для крохотной ячейки общества, которой является семья, для наших маленьких, коротеньких жизней, которые, как песчинки в этих часах, не построено оно для этого. Но, тем не менее, все это есть. И надежда, и вера, и любовь, и понимание того, что человек, пусть даже он является крохотным крестиком, да, каким-то, какой-то галочкой в некой ведомости мировой происходящего, человек – это совершенно потрясающий опыт, бесценные переживания, которые не отменить, не забыть, как нельзя забыть или отменить человеческую любовь. Вот такой роман. Спасибо за внимание. Читайте. Саша Филипенко, Красный Крест, издательство «Время». Саша Филипенко, Красный Крест.